Казахстан с каждым годом повышает уровень военно-промышленного комплекса. Об этом говорят как сами производители, так и независимые эксперты. В таком стратегически важном вопросе, как оснащение армии всем необходимым, наша страна делает поступательные шаги в сторону импортозамещения. Рынок средств индивидуальной защиты в Казахстане очень активно развивается в последнее время. На сегодняшний день у нас есть три предприятия по производству бронешлемов и пять предприятий по производству бронежилетов. Количество заводов по выпуску средств индивидуальной защиты – это то, что обыватели между собой называют шлемами, щитами, бронежилетами – растет. И что немаловажно, качество выпускаемой продукции также не стоит на месте. Последний факт в быстро меняющемся мире, где каждый день появляются новые технологии, весьма важен. Наша продукция предназначена для силовых структур, для подразделений специального назначения, для Министерства обороны, для Национальной гвардии. Оснащение военнослужащих качественными средствами обороны и защиты – это тот самый сегмент, на котором экономить не стоит, говорят эксперты. Это своего рода показатель готовности отстаивать свой суверенитет, если придется, конечно. По этой причине во всем мире военной промышленности уделяется большое, если не сказать особенное внимание, и Казахстан в этом вопросе не исключение. Однако на сегодняшний день наша страна покрывает часть своих потребностей. Учитывая то, что наша страна именно по размерам и по числе не такая уж крупная, большая государство, как Россия, Китай, США, соответственно, 100% наш военно-промышленный комплекс, и наша страна не может себя обеспечить именно всеми видами продукции. Учитывая тот факт, что производство необходимой для военнослужащих продукции, важной для страны вопрос этой отрасли, уделяется повышенное внимание. И о результатах говорить можно уже сейчас, говорят специалисты. Сколько объектов в Казахстане сегодня выпускают бронежилеты? Какую часть отечественной амуниции закупает наша армия? Готовы ли местные поставщики оснастить качественными бронежилетами? Обо всем этом в новом выпуске «Промышленность». Глядя на спасателей, полицейских, представителей Национальной гвардии, казахстанский обыватель вряд ли задумывается о том, кто снабжает правоохранительные органы и военных необходимым обмундированием и средствами защиты. А это тот самый вопрос, которому на самом высоком уровне уделяется большое внимание не только в Казахстане, а во всем мире. Тому несколько объективных причин – геополитические процессы, повышение террористической опасности. И это тот самый случай, когда на готове нужно быть всегда. Каждая страна хочет быть независимой. В каком отношении? Особенно, кто касается вооружения, сферы обороны, национальной безопасности. Здесь очень важный, это щепетельный вопрос. Поэтому в этом плане каждая страна хочет и стратегические задачи ставить по мере возможности обеспечить себя своими же собственными, если они, конечно, на достаточно высоком уровне, средствами защиты. Перед страной сегодня стоит задача снизить зависимость от импортной продукции. Задача стратегически важная для независимого государства. Хорошо понимают это и на этом заводе в Кокшетау. Здесь производят бронежилеты. Продукция, по сути, первой необходимости для тех, чья работа защищает жизни. Полученные материалы в первую очередь попадают в раскроенный цех, где по утвержденным лекалам заказчикам наносится трафарет, и все детали подетально делятся на края. В одном краю это 20 бронежилетов. Края попадают после раскроя в шейный цех, где по технологическим процессам отшиваются все детали. Все отшитые детали полностью проверяются контролером отдела технического контроля, после чего передаются в упаковочный цех, где упаковщики полностью собирают бронежилет и обжигают от личных ниток, после чего сдается представитель заказчика. В год в этих цехах производят до 20 тысяч бронежилетов. Ежедневная производственная мощность завода – 100 экземпляров. В случае необходимости предприятие может нарастить объемы до 300 штук в сутки. Все зависит от того, насколько большой заказ основные потребители данной продукции – Министерство обороны, правоохранительные органы, а также представители государственной безопасности. Помимо бронежилетов, с первого по пятый класс защиты здесь создают противоударные каски и щиты-наручники. Имеется свой испытательный участок. Все необходимые материалы и выпускаемые изделия проходят проверку сертифицированной лаборатории как на предприятии, так и привлечением других лабораторий. Сегодня наше предприятие оснащено практически всем необходимым оборудованием. Это различные виды раскроенных машин, лазерный раскрой, плюс дефектоскоп ультразвуковая сварка. Так, например, этот бронежилет в скором времени наденет сотрудник Министерства обороны. Под защитой большая часть тела – плечевая, паховая, шейная зоны. Модели бывают разными, все зависит от технического задания. Заказчик может выбрать все, вплоть до цвета товара. А вот на этом предприятии все немного иначе. Здесь вот уже четвертый год выпускают бронешлемы. Производственная мощность завода позволяет изготавливать свыше 150 тысяч экземпляров в год. Идея родилась после того, как руководство, учредители посещали неоднократно международные различные выставки и увидели само производство и узнали о производстве бронешлемов более подробно. После этого завезено оборудование необходимо. И уже в мае 2015 года в наших бронешлемах первых маршировали на Параде Победы наши доблестные военные. Процесс создания бронешлемов достаточно прост. Немалую роль в этом играет тот факт, что производственные процессы на объекте налажены и этапы по выпуску качественной продукции идут друг за другом бесперебойно. Цель завода на будущее – повысить долю казахстанского содержания в товаре. После обтачки шлемов мы отправляем на окантовочный стол. Затем наносим клей на кант и на шлем. Ждем 15 минут, пока подсохнет. Затем наклеиваем кант на шлем и отправляем на затирку и подклейку. Мы производим 300 шлемов в день. В данное время мы шьем чехлы на шлема, изготавливаемые на нашем заводе. Чехлы мы шьем из ткани, произведенных в Казахстане. Сотрудники завода производят здесь не только бронешлемы, но и бронепанели. Различные другие средства индивидуальной защиты. Для этих целей компания приобрела литейное оборудование, на котором создают, к примеру, противоударную каску. Товары должны быть максимально качественными. От этого зависят безопасность и даже жизнь полицейских военных спасателей. Чтобы быть уверенным в том, что с бронешлемами и всем остальным все в порядке, заводы планируют построить собственные испытательные лаборатории. Пока же все приходится возить в Россию на проверку. Наши шлемы испытываются в аккредитованных российских лабораториях и проходят испытания на пулестойкость, на контузию и на осколок. В четырех стихиях. Это плюс 40, минус 40, в нормальных условиях и повышенной влажности. На сегодняшний день мы производим более 12 видов шлемов, весом которой от 1,2 кг и до последнего нашего шлема Орлан 800 грамм, который прошел испытания и подтверждает свои баллистические способности. Возможности нашего производства позволяют изготовить шлем любой формы, любого веса по требованию заказчика. Военно-промышленный комплекс весьма затратный сегмент для каждой страны и основная причина тому – постоянный процесс технологического обновления. Производствам просто необходимо поспевать за новшествами. Ну и, конечно же, острые геополитические процессы – весьма немаловажный фактор развития. С каждым годом именно затраты на безопасность в Казахстане будут расти. Затраты на оборону составляют 517 миллиардов тенгенов. На этот год бюджет, как будет утвержден, в среднем структуры, если исходить соразмерно от структуры ВВП, где-то 0,9, в пределах 1% ВВП – это затраты на оборону. Эти цифры примерно среднестатистические во всем мире. Как и многие другие отрасли промышленности, производство бронешлемов, бронежилетов и прочих средств индивидуальной защиты зависят от государственного заказа. Вопрос о том, чтобы потребность была постоянной, поднимают уже в Национальной палате предпринимателей. Если будут долгосрочные договора у наших предпринимателей, то, соответственно, повысится инвестиционная привлекательность в отрасль. И это тоже основная задача, можно сказать, одна из основных задач Атамикена. Если говорить о рынке средств индивидуальной защиты, то мы также, конечно, активно взаимодействуем со всеми предприятиями. Производство товаров для военно-промышленного комплекса – важный вопрос для всей страны, так как на кону стоит безопасность граждан. И это тот самый случай, когда повышенное внимание государства к сегменту весьма оправданное. Бронешлемы и бронещиты должны быть надежными, равно как и щиты, а также бронетранспорт. Все это позволяет казахстанской армии четко осознавать, их работа защищать сама находится под защитой. Пока в мире происходит неофициальная гонка вооружений, Казахстан со своей взвешенной политикой показывает всем – страна за согласие единства. Тем не менее, в случае возможной угрозы всегда готов ответить на глобальные вызовы.